Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 марта, и вот я хочу поговорить о перцах, которые только что пережили пикировку, но не только что, а уже четвертый день. Вот прошло 3-4 дня, и если пикировка прошла успешно, удачно, я вижу, что вот семидольные листики все целые, все они зелененькие стоят, что же делать дальше, каков уход? Некоторые начинающие, которые как бы побаиваются вот этой самой процедуры пикировки, ошибочно думают, что если они распикировали перчик, и он прекрасно себя чувствует после пикировки, все пережил, значит, ну все позади, уже ничего ему не страшно, но вот это ошибочное такое складывается мнение, потому что не так важна сама пикировка, успешное ее проведение, как важен уход, именно вот реабилитация вот этих маленьких семидцев после пикировки. Я сейчас расскажу, что делать дальше, даже если вот прошла пикировка удачно, стоит ли расслабляться, или все-таки нужно повышенное внимание вот этим перчикам. Вот смотрите, распикировали вы, я уже показывала их на следующий день, у меня вот в данном случае вот эта партия прошла пикировку прекрасно, они даже не подвяли листья, но бывают ситуации разные, и специалисты всегда рекомендуют настоятельно после пикировки 3, 4, даже 5 дней нужно уменьшить количество солнца, ну не света, солнца, нельзя ни в коем случае выставлять на солнце, солнечные лучи опасны, когда вот сейчас они уязвимы, у них нет еще полноценной сцепки с грунтом, корневая система, ну вы понимаете, вырвали их из грунта, нельзя ставить на солнце, если у вас единственное место, где можно хранить эти перцы, это окно, и где обязательно попадет на них солнце, притеняйте, или газету к стеклу, или лучше всего приклеивают на стекло, но как-то приспосабливают скотчем, или как просто белую ткань, которая свет пропускает, но солнечные лучи становятся такими щадящими, вот это самое главное, уже многие говорят, что выставляем на солнце, оно вянет, они еще долго будут, вот они в помещении будут нормально себя чувствовать, как только их на солнце выставите, например, куда-то вот, я такие перцы в течение дней 10 даже в придомовую теплицу не выношу, и потом, когда выношу, я их ставлю не на верхнюю полку, где солнце, а вниз, где прореженный солнечный свет, солнце сеянцы боятся очень-очень, ну а там все остальное не так важно, вот притеняйте, и может даже у вас завять, ну как подвять вот эти листики, но это все объяснимо, это все вполне так, ну как сказать, корень оборвали, конечно, они пока корневая система, а и сразу хочу предупредить, некоторые волнуются, пугаются, что после пикировки перец прекращает свой рост на долгое время, это тоже естественно, когда корневая система у вас там нарушена, то растение в первую очередь начинает восстанавливать там в глубине, в земле свою корневую систему, и будет остановка роста на несколько дней, возможно даже на неделю, и только когда корневую систему растения восстановят, она считает это важнее, потом уже начнется рост листьев, и вот если листья были повялые, они вот так вот как вас прянут, еще, так вот, температура обыкновенная комнатная, подсветка, конечно, вот в такое время, вот например в марте, у нас дни сейчас погода установилась пасмурная, сырая, подсветка обязательно, как обычно, ставлю на простой стеллаж, и сразу хочу сказать, что нельзя, не рекомендуется подкармливать, вот после пикировки перцы, когда у них еще и корешки слабенькие, и сами они ослабленные, не надо никаких дополнительных удобрений, вот каких-то поливов, и потом через 2 недели, ну не раньше, чем 2 недели, везде так пишется, потом через 2 недели, если будете делать, если вы не знаете, если вы сами не знаете вот эту дозировку, как составлять смесь, лучше пользоваться, конечно, готовыми смесями, но запомните, что перекормленная рассада перца, она чаще болеет, она более восприимчивая, и если она на вид кажется крепкая, толстая, здоровая, если вы азотосодержащим накормите, то на самом деле это слабая рассада, нельзя избыток азота, ну нельзя азотосодержащими сильно, чтобы был большой процент азота, нельзя ни в коем случае навозными удобрениями перекармливать, все это не любит он, и сразу хочу предупредить, если вы все-таки решитесь как-то подкормить самостоятельно, то перед тем, как подкормить, обязательно делайте полив, на сухую землю нельзя никакие, даже самые мягкие удобрения вносить, корни очень чувствительны у перца, у вас он начнет завянет, может быть даже пошелтеет, сейчас расскажу, как делаю я, вот я распикировала, вот этот вариант я вам показываю, это вот совсем удачный вариант, когда у меня даже не подвяли листья, даже семидольки не начали не желтеть, ничего, но, вот видите, вот эти вот листья, видите, как они немножко, как бы форму изменили, загнулись, это происходит из-за того, что перцу все-таки нужна какая-то стабильная, вот ровная температура, показатель температур, а мы живем в частном доме, и когда вот в тот период, когда мы печку затапливаем, дома становится вот прям жарко, и вот этот сухой воздух, он реагирует на очень сухой, такой жаркий воздух, вот так, я в этом случае делаю чуть-чуть, как бы увлажняю хотя бы тот район, где находятся перцы, весь дом, конечно, я не могу увлажнить, но вот когда печка топится, нам даже самим, ну как-то душновато делается, представьте, как плохо растение, и вот этот загиб листиков, это ничего страшного, бывают и худшие варианты, я позже покажу, вот, первым делом, так же, как с томатами, вот прошла пикировка, несколько дней я их не трогаю, вот сегодня четвертый день, я, конечно, рыхлю, вот даже в кассетах, я распикировала в кассеты, в кассетах рыхлить намного сложнее, чем в лотках, но рыхлить все равно можно, я тут уже не пользуюсь вот такой вот своей, этой, ковырялочкой такой, я вот пользуюсь отверткой, я вот так по кругу прошла, 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 смотрите, так, мне нужно, чтобы воздух к корневой системе подходил, конечно, грунт, чтобы был влажный, если я раскидала вокруг, беру кисточку, и вот так все подгребла, и вы видите, что у меня перцы, кажется, как будто подокученные, потому что, во время пикировки, я утрамбовала же грунт, а теперь я его снова распушила, вот этой отверткой, и получилось, что его много, и про полив, полив, конечно, я вот после того, как распикировала, еще ни разу не поливала, полив должен быть умеренный, самая такая страшная неприятность, которая может подкараулить нас, вот с такими сеянцами, это переувлажненная почва, даже после пикировки, может возникнуть черная ножка, сеянец просто вот так вот упадет, у вас свалится, когда вы вытащите, увидите, что там перемычка темненькая, это черная ножка, заводится в переувлажненном грунте, полив должен быть умеренный, температура должна быть комнатной температуры, желательно не поливать такой холодной, и сейчас, ой, дотянусь, покажу, я поливаю все вот этой же поилочкой, всегда бледно-розовый раствор марганцовки, видите, какой еле уловимый, потому что все-таки, ой, сильно, я на маленькую такую ставлю, вот мне сейчас полив не нужен, я просто вам показать, я вот так подыду, вот теперь закрыла, плохо одной рукой пользоваться, вот так вот поливаю, этого достаточно, все, вот сейчас вода туда уйдет, и пока вот они вот такие, первая неделя, вторая неделя, пока они еще не окрепшие, конечно, полив делаю индивидуально, прям каждому, потом они когда поднимутся, я вам покажу, потом уже беру излейки, вот так вот просто поливаю, излишки сливаются туда, обычно в ванну ставлю, или куда-то там в теплице, все, вот смотрите, ничего сложного в этом нет, и уход, просто нужно знать, нужно знать, что обязательно нужно притянить, нужно знать, что не надо подкармливать первые две недели, нужно уяснить, что полив должен быть умеренный, умеренный такой полив, холодной водой не поливать, поливать индивидуально, под крышок, осторожно, вот поосторожнейшие эти дни, 10, недели, 2, когда они окрепнут, тогда уже можно будет с ними, как со всеми остальными, но это вот тот вариант, я вам показала, когда пикировка прошла совсем удачно, но бывают варианты, когда пикировка проходит неудачно, и семидольки желтеют, отваливаются, сейчас в следующем видео я вам покажу, это был хороший вариант, покажу плохой вариант, у которого все семидоли отвалились, и сразу вам скажу, что ничего страшного в этом нет, перец это такая капризуля, он сбрасывает листья очень часто, на все такие, как свое недовольство, в любом случае, он высказывает, сбрасывает листья, сбрасывает цветы, и сбрасывает даже бутоны, в следующем видео подробнее расскажу, субтитры, что с названием дополнительнуюapproحешешешешешешешешешешешешешешешешешешеш relación,